Всем привет! Ремонтом техники я давно не занимаюсь, но иногда бывают исключения для близких людей. Также исключением являются устройства, которые представляют интерес лично для меня. Это, как правило, всякие диковинки или ретро-приборы, с которыми я ранее не сталкивался. Недавно один из зрителей, после того, как увидел некоторые мои ролики с обзором ретро-техники, обратился ко мне с просьбой отремонтировать очень интересное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, произведённых в далёком 87-м году, которое принадлежало его деду. То есть, для человека эта вещица имеет особый смысл, так что взялся с удовольствием, учитывая то, что зарядка эта весьма специфическая. Так что сегодня будет ностальгическое видео, которое постараюсь сделать интересным, душевным и информативным. Кстати, по словам подписчика, зарядка практически в рабочем состоянии. Не работает только индикация тока заряда. Как раз-таки этот индикатор является вишенкой на торте. Он не похож ни на что другой. Тут он не аналоговый и тем более не цифровой, а газоразрядный и очень привлекательный. Проблема в том, что сам газоразрядный индикатор вроде бы рабочий, но ток заряда он не показывает. Следовательно, проблема, скорее всего, в схеме управления индикатором. Через некоторое время зарядка оказалась у меня, и в тот же день я её скрыл для изучения. Для начала хочу сказать, что владелец дал мне полное право переделать или заменить как индикатор, так и начинку или её части, если в этом будет необходимость. В общем, на моё усмотрение. Так как эта вещица винтажная и относительно редкая, я постараюсь ничего не менять и сохранить всё в первозданном виде. Судя по всему, дед пользовался этим устройством либо нечасто, либо очень бережно. И провода, и корпус, как новые. В комплекте была инструкция, и это произведение искусства. Вот как нужно писать инструкции. В ней, конечно же, есть некоторые опечатки, но это мелочи. На первых страницах общее сведение об устройстве с техническими характеристиками. Это зарядно-выпрямительное устройство с бархатным названием «Бархат» или УЗП-12-6.3, где последние цифры показывают, что зарядное устройство предназначено для зарядки 12-вольтовых аккумуляторов и максимальный ток заряда до 6,3 А. Потом техника по безопасности. Ну а ещё дальше... Да, чёрт возьми, принцип работы схемы с полным описанием всех процессов. Ну скажите, кто сейчас так делает? Никто. Да и кто в наши дни читает инструкции в современной технике? Вот такую инструкцию полезно и даже нужно читать. Можно многому научиться. Далее порядок работы, подготовка и условия хранения. На следующей странице полная схема устройства, но к ней мы ещё вернёмся. Дальше идёт три талона на гарантийный ремонт. На 20-й странице производитель показал осциллограммы на контрольных точках при определённых условиях. Это либо в СССР все умели держать паяльник в руках и имели в наличии осциллограф, или же это сделано для мастеров. Но в любом случае это просто гениально. При любой поломке очень быстро можно продиагностировать устройство и понять в чём причина. После осциллограмм идут наименования используемых компонентов, распиновка выводов и условные обозначения на схеме. Далее расположение компонентов на печатной плате. Короче, если бы ещё и чертёж печатной платы положили, то это устройство мог бы скопировать любой желающий. Хотя и без этого можно его скопировать, если потратить пару часов на разводку платы. На самой последней странице сведения о содержании цветных металлов и сплавов. Этот момент я проскочил, но есть ещё и данные о содержании серебра. Ну а теперь переходим к самому устройству. Весит оно прилично, около 3,5 килограмм. Притом шасси полностью из дюралюминия. Верхняя крышка железная с отверстиями для охлаждения. На лицевой панели видим длинный индикатор токозаряда газоразрядного типа, он же сетевой индикатор. Справа регулятор тока. Также имеется отсек, куда можно спрятать сетевой шнур с выходными проводами. Ну а теперь вскрываем. А внутри идеальная ностальгическая атмосфера, привычная КТ-315 с МЛТшками. То есть компоненты самые обычные, за исключением вот этих двух резисторов S5-16. Они в качестве датчика тока и, заметьте, имеют допуск всего в полпроцента. То есть высокоточные. Схема тут тиристорная, с фазоимпульсной регулировкой мощности. Сверхнадёжный и простой принцип. Тиристоры 100-вольтовые, 10-амперные, Q202 с индексом Е. Для данного устройства они с запасом, как по току, так и по напряжению. А ещё они установлены на достаточно большой радиатор. Хотя, по идее, КПД-схема очень высокая из-за импульсного принципа регулировки. И тиристоры будут нагреваться не очень сильно. Ещё тут нет силовых выпрямительных диодов. Функцию выпрямителя выполняют сами тиристоры. Заявленная мощность, потребляемая от сети, 140 Вт. И, судя по трансформатору, можно сказать, что это похоже на правду. По поводу схемы. Производитель подробно описал принцип работы. И повторяться или пересказывать своими словами не вижу смысла. В описании будет скан паспорта. Кому интересно, можете скачать и изучить. А ещё я снимал несколько видео с пояснением принципа работы схожих схем. Все ссылки также будут в описании. Сердцем схемы является релаксационный генератор, построенный на однопереходном транзисторе КТ-117. Именно он формирует управляющие импульсы для тиристоров. Почти половина схемы – это тупо управление газоразрядным индикатором. Стоит также указать, что данная схема снабжена защитой по току. При коротких замыканиях падение напряжения на указанных датчиках тока будет достаточным для срабатывания транзистора В-16. Тот откроется и подаст сигнал на вывод управления маломощного тиристора КУ-101. Тот, в свою очередь, откроется и заблокирует работу релаксационного генератора. Ну а теперь приступим к ремонту. Вообще необходимо сделать полное ТО-устройство, заменить испорченные компоненты, если такие имеются, починить индикатор и проверить работу в целом. Для начала я, пожалуй, прозвоню кое-какие компоненты в цепи управления индикатором, потом откроем страницу с осциллограммами и посмотрим сигналы на контрольных точках. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо нагрузить устройство током в 6 Ампер и сделать замеры относительно седьмой контрольной точки. Как нельзя кстати, у меня появился вот этот мега-крутой мультиметр-осциллограф HS608 от компании RS Pro. Это прецизионный, влагозащищенный и ударостойкий мультиметр со встроенным литий-полимерным аккумулятором, большим красочным TFT-дисплеем и возможностью стыковки с ПК или смартфоном. Этот прибор три в одном, осциллограф, регистратор данных с возможностью создания графика в случае всех измерителей и очень высокоточный мультиметр с погрешностью всего 0,025% в случае измерения постоянного напряжения. Предоставляется прибор в огромном чемоданчике с полным комплектом боеголовок. Полные характеристики можете изучить на сайте RS Pro. RS один из лидирующих поставщиков профессионального измерительного оборудования и оригинальных радиокомпонентов. Это мировой бренд с 80-летней историей. На их сайте найдете любое измерительное оборудование от топовых производителей. Ссылку на мой мультиметр найдете в описании. Постараемся теперь понять, почему не работает индикатор. На трансформаторе есть отдельная относительно высоковольтная обмотка, которая предназначена для питания этого индикатора. С ней все хорошо, напряжение на обмотке присутствует. Обрывов на плате я не заметил. Питание через выпрямитель поступает на индикатор. После этого переходим к управлению индикатором. Я прозвонил диодой, далее проверил падение на стабилитроне. Тут все как доктор прописал. Копаем дальше. А дальше прозвонка транзистора в цепи управления индикатором. В ходе прозвонки заметил, что переход база-коллектор транзистора V18 практически на коротком. И это странно, так как в этой цепи нет никаких низкоумных резисторов. Следовательно, на коротком сам транзистор. Выпаиваем и проверяем. Все так. Транзистор в утиль. Роем дальше. Я заметил потемнение возле транзисторов V19 и V23. И решил их тоже проверить. И как оказалось, не зря. Они тоже в утиль. В этой цепи у нас есть еще и КТ-361. При начальной прозвонке и внешнем осмотре никаких повреждений не обнаружил. Но решил на всякий случай выпаять и проверить. Он оказался рабочим. Но я на всякий случай заменю его на импорт. Рядом такой же транзистор. Его, пожалуй, тоже заменю. В итоге первые три транзистора КТ-315 обратной проводимости были заменены на импортные 2Н5551. Они более крутые как по току, так и по напряжению. Только цикалевка не совпадает. Но небольшая доработка напильником и все готово. КТ-361 были заменены на 2Н5401. То есть у нас использованы комплементарные пары ключей, а не что попало. Далее я прозвонил ключи КТ-940, которые также в цепи управления индикатором. С ними все хорошо. Вроде бы все. Первое включение в сеть сделал через лампу накаливания. На всякий случай. И о чудо. Индикатор заработал, значит все good. И лампу можно исключить. Когда на выходе нагрузка или аккумулятор отсутствует, светится часть индикатора. Это индикация работы устройства. При подключенном аккумуляторе, если менять ток заряда, то индикатор, скажем так, нарастает. Очень красивое зрелище. Далее внимательно нужно осмотреть плату. Она довольно старая и можно заметить что-то наподобие кольцевых трещин. Тут обрывов я не заметил, но подозрительные участки дополнительно подпаял. Далее все чистим и переходим к испытаниям. Для начала переводим мультик в режим амперметра и грузим выход зарядного устройства лампой накаливания. Выставим ток в 6 ампера. Потом исключаем амперметр из цепи и переводим мультиметр в режим осциллографа. И сравниваем осциллограммы с теми, что указаны в инструкции. Вроде бы все хорошо, то есть с работой проблем нет. Ток регулируется плавно от 1,6 до 6 ампер, но явно заметно, что индикатор тока показывает непонятное значение. На лицевой панели есть шкала тока и полное освещение индикатора равно току где-то 6 ампер. Владелец мне говорил, что крутил один из подстроечных резисторов на плате. Вот, кстати, этот резистор. Он как раз-таки для калибровки шкалы. Так что с нас требуется еще раз откалибровать шкалу. Выставим на выходе устройства ток около 3 ампер. Далее вращаем подстроечник, пока индикатор не покажет необходимое значение тока. В самом конце не забываем заклеить винт подстроечного резистора. К большому сожалению, такие индикаторы не совсем линейны, и при разных значениях тока будет некоторый разброс. Но примерный ток заряда наш индикатор показать может. Собираем все как было, и на этом ремонт завершен. Выходное напряжение у таких зарядных устройств пульсирующее. Говорят, что такая форма сигнала даже способствует восстановлению аккумуляторов. В конце я подключил батарею ионисторов к выходу нашей зарядки. Это будет имитация аккумулятора. Как видим, устройство зарядило импровизированный аккумулятор до значения чуть меньше 18 Вольт. Этого хватит практически для любых разновидностей автомобильных аккумуляторов. Но учитывая отсутствие стабилизации напряжения, такой зарядник может перезарядить аккумулятор. Так что процесс нуждается в контроле. Защита, регулировка тока и все режимы работы проверены. Выполнена профилактика и устранена проблема с индикатором. И чтобы вас не мучил вопрос, сколько стоит такой ремонт, скажу, что он бесплатный, если не считать стоимость доставки. Я очень рад, что еще одно устройство, которое уже не производится, будет радовать своему владельцу в течение очень долгих лет. Такие приборы практически вечны. Если вам интересны другие мои видео про ретро-технику, в описании найдете целый плейлист с кучей таких видео. А мне на этом остается прощаться. С вами, как всегда, был Касья Нака. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok